Доброе утро, друзья! Сегодня 24 декабря. Несколько человек из вас прислали мне деньги, которые пойдут как бы за, не как милостыня, не как, как это называется-то, гуманитарная помощь, а просто оплата работы скромной девушки-студентки со студенческой стипендии ни к ночи, ни к утру быть, она вспомнята. Вот, и теперь вы можете считать, что друзья, приславшие кто 200 рублей, вот, а одна, даже 3 тысячи, будете считать, что ближайшие 25 фильмов, это ваша заслуга, фильма будет много. Вот этот фильм очень оригинальный, что-то сейчас увидите, кое-что, кое-где у нас порой вы видели, но, так как появился еще и, кроме Ютуба, сейчас, благодаря волшебнику Троценко Павлу Николаевичу, моему помощнику, появился еще, все это автоматом попадает в Яндекс, тогда надо фактически все переснимать. А тут еще одна беда, надо чистить компьютер, вот, огромная информация, это единственный архив на всей планете, равного ему нету, по пользе, которую принесет садоводство, даже уже не только Россия. Вот, ну, куда девать информацию? Купил дорогучий, как он, запасной или резервный диск, я мало смысла, закачал туда, он не открывается. Прошло времени, через полгода решился, купил еще более мощный этот самый объемный вместительный резервный диск, закачал туда, теперь он не открывается, и никто открыть не может, все зря. И вот я решил так, вот вы сейчас этот фильм посмотрите, и у вас есть свои эти, и в Ютубе он будет, но Ютуб все грозятся закрыть, санкции, санкции, может, действительно закрыть. Многие из нас лишатся, и в том числе и я, доходов даже тех скромных, которые есть. Ну, а кто-то из вас все-таки каким-то образом сохранит эти фильмы для будущего поколения, извините за громкие слова. Что я буду ликвидировать, сейчас вы увидите, и тогда оно уже останется, теперь уже у вас. Внимание, все подряд, что я собираюсь стереть. Смотрим. Вот такая красота, персики. Начинают зреть. Латашки-Краево, Псовский район, село Ново-Матвеево. Белый урожай персики. Вот такая красота. Вот. Показать, вот. Азоник, они довольно-таки крупные, ребятки. Сперсик грязный. Вот, Псовский район, Псовский район, Железный. Валерия Константиновича. Вот, красота. Такие вот у нас красавцы. Смотрите, полюбуйтесь, мы все с нами. Мы начинаем спеть. Какие вот мы красавцы. Кто-то видел, а большинство не видел, а тем более Яндекс, это гораздо больше просмотра. Может быть, десятки раз. Так что, извините, те, кто видел. За качество не обижайтесь. Здесь нет рядом настоящего, крупного специалиста по вот этим самым, по... Ну, хотя бы так, чтобы снимать не как я снаружи, к этим самым видеокамеры, а прямо внутри. Ну, что делать? Зато, я надеюсь, все-таки что-то останется на века. Не знаю, когда будет конец этой записи. Может быть, записи получасовые. Может быть, несколько. Посмотрим. Мне самое интересное, что ж тут еще накопилось в загрузках. Вот это вот называется... Вот этот кусочек компьютера называется загрузки. Вот какая проблема. Они начинают упираться в потолок. Что мне сейчас делать лучше? Подрезать их? Можно ли их сейчас подрезать? Вот так вот и верхний листочек сохнет. Но они все в августе уже упрутся. Ну, что, я обязан прокомментировать. Все, что я говорю, это для учебы, а не просто вот посмотрели и забыли. Нет. Теплицы. И вот, смотрите. Вот он так остался. Я вижу, что? Я вижу сажен сливовый. А это абрикосовый. И сливы, и абрикосы. Здесь создан климат, как бы его назвать. Здесь создан климат, фактически, ну, Африка, не Африка, но все-таки субтропики. А это ненормально для моих абрикосов, для моих сливов. Они адаптированы к морозам. А сейчас их создали такие условия, где им просто будут расти, будут упираться, как у него потолок, а потом заполнить все пространство, потом начнут дохнуть. Недостаток главный. Как бы вернуть чуть-чуть назад. Смотрите. Сейчас, сейчас. Вот тут посмотрим. Вот тут. Они упираются в потолок. Все. Если хотите спасти, разбирайте потолок и пусть растут. Я не знаю, где автор вот этого фильма живет, но он обратился ко мне за помощью. Вот. Современные теплицы вот эти, они имеют страшный недостаток. Они не предназначены для деревьев, в принципе. Здесь нет форточек. Мои теплицы тоже есть. Я там несколько персиков выращиваю. 16 форточек. Плюс даже зимой открытая дверь. 16 форточек я не привлечил. Она самоделка. А вот это вот стандартная теплица. Здесь забыли сделать форточки, а в таких случаях это ошибка садить такой теплицы. Даже видели, что уже верхушки начинают загибаться. Да и даже вот, я же здесь вижу вот саженец, вот этот, который, если курсор видно, вот который слева, да, маленький, даже тут уже загибается. В общем, вы поняли, не теплица для саженца и саженец не для теплицы. Вот. Вот это очень важно. Как спасти, высаживать, они уже немножко, как бы я бы сказал, расслабились. Вот. Их надо срочно на свежий воздух. Или выкопать, или разбирать крышу. Извините, но другого предложить не могу. Вот. И как он, было еще его слово подрезать, но потом все равно расти будет дальше. следующее. Тоже, извините, друзья, что повторяюсь, человек, так, штук 200, может быть, я не помню точно, моих этих самых косточек, причем, схожесть великолепная, растил прямо вот так. Тоже страшная ошибка. Можно садить в этих же пакетах, но их надо закапывать в землю, за подлесо с землей. И много-много дыр. Вот это была ошибка. Они не то, что больные, но неполноценные, ослабленные. Это ненормально. Вот. Это тоже, что детей растить в постоянном тепле, и они теряют иммунитет. Так и они тоже. Вот. Подробности я не помню. Здесь было что-то сказано про соправительное письме, про то, что они в снегу находились. Но от этого лучше не стало. Вот этот способ, это не первый раз. Может быть, негде было садить. Это оправдывает человека. Но спасать их надо. Срочно. Срочно высаживать. Следующее. Все закопал. Да, ну еще косточки добавляй. Срочно. Срочно. Оставатом. Срочно. Сейчас все-все косточки, да? Да. Сюда на стратификацию положим. Смотри. Оставатом хорошо склеился. Смотри, как он вон загрузился. Да, загружаем косточки персика. Да? Вот этот кусочек мини-фильм, он должен был бы настолько трогательный, попасть куда-то в YouTube, так, чтобы вся страна смотрела. Почему? Напрашивается этот ребенок книгу рекорда Гиннеса. Прямо напрашивается. Самый юный садовод России. Самый юный садовод России. еще раз вот отсюда, смотрите. Еще раз. Все, закопал. Да, ну еще косточки добавляй. Как? Да? Ну все, посмотрели. Надеюсь, вы тоже растрогались. Вы видели самого юного садовода России. Это благодаря мне и благодаря его то ли маме, то ли бабушке. Вот. Вы уже поняли, с каких пор надо расти детей. Помните поговорку, пока ребенок лежит поперек лапки. Ну что, расчувствовались. Идем дальше. Ну вот, созрели наши персики. Привезли мы их домой. Вот в сравнении с желтой сливой они покрупнее. А вот так выглядят. Вот на сушку их разделала. Сейчас буду сушить в листе. А дальше я не помню, что сейчас будут показывать. Самому интересу. Это все подлежит уничтожению. Вот. Качество съемки плохое. Я уже сам вижу. Но лучше так, чем ничего. Снова тот ребенок. Это экспромт. Нужно убрать раз. Давай я его уберу. Все, ты будешь ручками, да? Вот так. Да, будем засыпать. Еще чуть-чуть. Песка. Песок закатится. Угу. Вот умничка. Еще нужно песка. Ну, давай. А я буду тогда косточки, да? Ну как, это продолжение этого фильма. Песок заканчивается. Господи, боже мой. Какая прелесть. Вот еще персики наливаются. Тоже деревьям три года. Сама вырастила из косточек. Слышали? А? Выпускницы Кемерязевки. Ольга Исакова, я не могу успокоиться. Вот. И Наталья Медведева, я не могу успокоиться. Я вспоминаю двадцатый раз. Потому что вас оскорбили меня, оскорбили моего брата, оскорбили моего сына. Вот. Самое умное, что вы придумали, это с 70-летней давности процитировали цитату. Вот. Что при свободном опылении вырастают только дички. Вот. И сказали, вы не назвали меня шарлатаном, мошенником, вы сказали, это то же самое, что то, чем я занимаюсь, цитирую, это шарлатанство, и мошенничество. А теперь косточка через три года. Понимаете, почему от вас, я с вами, от вас не отстаю. Вот. Вы учите калечить деревья, а искалеченные деревья, потом все, оставившись в жизни, лечить и опрыскивать, делая их, если даже удастся довести до плодовышения, делая отравленные плоды. Вот. Бред от вас большой. Я бы уже вас не полоскал бы. Ну, извинитесь, в конце концов. Скажите, ну, ошиблись мы. Можно вырастить из косточек абрикоса, допустим, 100 граммового. Да, будут плоды мелкие. Да, 50 грамм, 30 грамм, 70 грамм. Но никогда жерделями, никогда дичками, как вы утверждаете. А? Девчонки, выпусни с этими резвики, написать, что у нас шикарное образование, а у меня шикарный опыт. Извините, до сих пор успокоиться не могу. Смотрим дальше. 21 мая, вот примерно спустя месяц вот же такие плодики завязались. Очень хорошо, очень густо. Завиди. где-то в 20-х числах апреля зацвели, а вот уже 21 мая, вот вам, пожалуйста. Столько завязей я, по-моему, еще не видел на этих абрикосах. Так, этот фильм, не помню автора, не помню город, но это здорово и тоже умиляет. Посреди города это Дальний Восток, один из дальневосточных городов, все, что я помню. Вот. И это так умиляет, это значит, что мы можем делать города-сады, можем. Скорее всего, это жердели есть. Скорее всего, они, их даже может быть, собирать не будут, как вот у нас не собирают. У нас есть десяток деревьев в городе и в поселке Черевушки, которые растут прямо на улице города. Ну и тоже плоды никто не собирает, потому что там действительно жердели. Но мы-то с вами садоводы, а это яркий пример, все равно великолепно, здорово, великолепно, замечательно. Это же цветущие абрикосы, это получается, пусть в данном случае они наверняка несъедобные, но все равно великолепно. Вот это светло-розовенькие, светло-светло-розовые цветы. Этот вот уже белый, чисто белые цветы. Далее еще с белыми цветочками. И наконец шедевр коллекции розовые цветы. И пчелы, и шмели опыляют четыре абрикоса разных сортов. Конечно же, должны завязаться на них плоды. Дух захватывает. Это наше будущее. Но если еще раз это абрикосы, если отказаться от страшной губительной технологии, которую проповедует Тимирязевская академия. Она на грани закрытия. Не из-за того, что они учат убивать деревья, и ни один выпускник не умеет их вырастить. Не поэтому. Земля дорогая. Разрослась Москва, и теперь в городской черте оказались десятки гектаров, принадлежащие Тимирязевской академии. И тут душа разрывается. Вот эти, раз есть академия, все в окрестной улице, весь город Москва должен быть вот таких вот этих. Понимаете? Но этого нет. Так и не научились выращивать абрикосы. Вот что страшно. Если спроса закрыть, ну, большого ущерба не будет. Все равно выпускники, кроме бумажки, которая называется диплом, ни черта не это самое, не могут. Вот знания эти шикарные. Это почему-то ну, представьте себе, Тимирязевская академия, сайт, на ней рисунок, главный, основополагающий. Обрезка взрослого дерева. Девять видов веток, оказывается, дерева не нужны. Идиотизм полнейший. Это при том, что я, это самое, проповедую, уже не пропагандирую, проповедую. Я проповедник, я, это самое, божий сын, божий внук, там, правда, божий. Вот. Бог ошибиться не мог. На дереве нет ни одной лишней веточки, на дереве нет ни одной лишней почки, ни одного листочка лишнего нет. Что вы творите, калече дерева и где? В морозной России. Каждая раны наши, а тем более раны, которые называются на кольцо, снижают морозостойку. Почему вы этого не знаете? Вызубрили несколько названий этих грибов, которые ни в чем не виноваты, которые садятся уже на мертвую ткань, которую вы умертвили. Все, выговорился. Пойдем дальше. Это я не первый раз сам вижу. Как она попала в мою загрузку? Вот. Про пожар молчу. Это сливы косточки с рыбкой. Вот прививка. Вот прививка. Вот такой вот план. Приросты небольшие в этом году. Завтра. Вот сейчас только в июле десятых числах пошли первые дожди. Весьма июнь были без дождей. Так, в общем, вот так уплана. Там еще посажены прекрасно. Вот там, вот эти вот они семнадцатого года. Там дальше вот есть вот, там их немножко видно. Где у меня девятнадцатого года посадки. Вот. В общем, это все плоды ваших трудов. Их, конечно, немного, но с ваших косточек, с ваших семечек. Там вот вишня вылочная у меня есть. В общем, вот такой сад растет благодаря вашим трудам, вашим стараниям, вашим десятилетним учениям, изысканиям, стараниям. Благодарю вас, даю вам Бог здоровья, долгих лет жизни и новых успешных прививок, новых успешных клонов, которыми вы с нами поделитесь. Ну, я растроган. Вы уж догадались, кому прислали письмо. Ай, что я скажу? Конечно, у меня все получится. Видите это? Я уже все-таки в учебу. Видите, что ни одной ветки вашей мать, эти, тимирязевцы, не отрезано? Видите? Это абсолютно здоровое дерево. Чего ему не расти-то? Абрикосы, даже культурные, непродолжительно 40 градусов мороза выдерживают. Если на них нет ран, если на них нет ран, крошее дерево прошли на прививку прошлого года. Валерий Константинович и ваши череночки. Слышали, Валерий Константинович. Привито было на слева на руки. Годовалу. Так, остановился в съемку. Место прививки видели? У самой земли. Я сейчас уже сам думаю. Вот как было? Вы знаете, Валерий Константинович, я вас слушал на случай. Пришел сосед, обругал, взял у меня секатор и отрезал все ветки до высоты метра. Один случай. А второй случай. Я прочитал вашу статью, а может быть фильм видел, где я проклинал этих самых садистов, да? Вот. Рванула в деревню после этого. Рванула в сад. Стою и плачу. Поздно. Поздно. Мои родственники уже искалечили деревья. Вот эта фраза. Стою и плачу. Вся страна плачет, а я только не понимаю, что своей любовью к обрезке уничтожили свои деревья. Персики и абрикосы выращены в югорских садах, которые легко переносят даже 50-ти градусные морозы. Это не фантазия безумных ботаников, а уже несколько лет как существующая реальность. В Ханты-Мансийске эти фрукты отлично прижились и дают хозяину сочные, ароматные плоды, ничуть не уступающие своим южным собратьям. Так, это в Ханты-Мансийске живет один из волшебников. Слушайте дальше. Вот. Это приполярный округ. Внимание. Поехали. Фамилия этого волшебника Кандауров. Я не помню, сказал ли, назвал ли фамилию Гиктор Кандауров. Причем автор этого югорского чуда готов поделиться своим секретом со всеми желающими. Они у меня без укрытия, без ничего зимуют. Вот как есть, так и есть. Абрикос морозов не боится. Подобное утверждение Александр Кандауров делает с полным правом. Последние пять лет он активно занимается выращиванием на своем участке различных традиционно южных культур. Начинал с винограда, а теперь у него растут персики, абрикосы, дыни, орехи, черешня и даже редкая южная ягода шелковица, не говоря о привычных яблоках, грушах и различных овощах. При этом те же абрикосы Александр не просто выращивает, а пытается максимально адаптировать к местному климату. я взвешивал на весах, этот весит примерно 12-15 грамм, этот уже 20-22. То есть он стал крупнее, цвет поменял. То есть это вот то, что у нас наша наука отрицает в существовании вегетативной гибридизации. То есть, а вот такой абрикос... Вы поняли? Этот человек, такой же любитель, как я, применяет термин вегетативная гибридизация. Я на это остаток жизни, полжизни положил. Вот. Опять. Опять Ольга Исакова. Опять они как бы погоду делают на крупнейшем сайте, где миллион сто тысяч подписчиков. Как делают погоду? Взяли, процитировали опять это самое. 30-50-х годов проводились исследования, удалось заказать. Вегетативной гибридизации не существует. Вы представляете? Вот живой человек. Один из моих соратников. Внимание, дальше. Привертился вот в такой под воздействием привоя. По словам Кандаурова, нынешнее российское садоводство... Слышали? Под воздействием привоя. То есть, однажды, собрал много данных о том, что не только подвой влияет на привой, и это в прямом смысле вегетативная гибридизация, это Мичурин, это насыщение ментора, это признана лженаукой. Когда они спорили со мной, эти дамы, выпускницы, эти мерзики, они применили слово лженаука. Лженаука. А здесь мы с Кандауровым пошли дальше. Как? Влияние привой, слышали слово? Привой повлиял. И теперь у него подвой стал в два раза крупнее. А? Темрязевцы, внимание, дальше. Сильный отстает от мирового. Хотя в том же Китае, заполнившем мировой рынок своими фруктами, используют наработки еще советского ученого Мичурина. Что касается Северного... Мичурин стал это самым персоной Нонграда. Представляете? В университетах. Я сейчас еще добавлю, а потом будет в следующей серии и снова покажу это. Почему? Идет Кодина Марина. Вспоминайте. Вы моя ученица. Вы иркутянка. Ну, или возле иркутянка. Вы участвуете в зональной конференции по садоводству. Вы выступаете с докладом про это же витритиногернизацию Железова. Потом после вас выступает директор ученый, директор ботанического сада. Вы с места ему говорите. Ролик мне прислали. Вы с места ему говорите. Вы поддержите витритиногернизацию Железова. Что ответил этот самый после заминки? Внимание! Ответ! Научное сообщество витритиногернизацию не поддерживает. И мы с Кандауровым начинаем все сначала. Садоводство то его секрет в методе посадки деревьев. У нас на севере надо избавляться от воды. В первую очередь. И не давать этой воде скапливаться. Поэтому посадка на холод. Это первое. Вот. Второе. После посадки никаких зеленых операций с деревом делать нельзя. Заняться садоводством Кандаурова заставил кризис 2015 года. Тогда ему пришлось закрыть бизнес. Появилось много свободного времени. А сидеть без дела Александр не привык. Моя семья сама считала, что это невозможно. За мной что папе делать нечего. Решил тут занять свое свободное время. А сейчас с квадратными глазами я вот когда попробовали шелковицу первую я им дал потому что они у меня северяне и они в принципе эту шелковицу не видели. Когда они попробовали то жаль что я не заснял их глаза. Сейчас у Кандаурова порядка 70 деревьев только персиков и абрикосов. За свою карьеру садовода он перепробовал более 40 сортов этих фруктов. На сегодня испытание проходит 21 сорт. Александр охотно делится своим опытом. начал публиковать сведения в Одноклассниках ВКонтакте уже пару лет. Разговариваю с друзьями знакомыми там кто-то где-то привожу показываю это потихоньку все это рассасывается распространяется и есть уже последователи. Промышленное садоводство в нашем регионе невозможно без крупных финансовых затрат и господдержки. А вот садовод так внимание друзья сам по себе сейчас выключится видеокамера я по старинке снимаю снаружи отсюда и качество не то осталось 15 секунд это очередной тысячу какой-то фильм пока друзья я не прощаюсь что это что это это что это